Основной закон определяет основу стабильного развития государства, в силу чего принятие обновленной Конституции – исторически важное для Республики Беларусь событие. Представители МЧС активно задействованы в работе по обсуждению и внесению предложений в опубликованный проект, изменений и дополнений Конституции, ведь на высшем уровне организована системная работа диалоговых площадок. Очень приятно, что люди говорят, обсуждают, предлагают дополнить определенные статьи Конституции более широким смыслом, направлением, но беседуя и встречаясь в коллективах, видишь посыл и запрос общества именно на то, что мы идем правильным путем. Во время диалоговых площадок были затронуты волнующие темы, касающиеся всего общества. Насколько важно помнить свою историю, особенно ныне знать цену побед и потерь белорусского народа в год исторической памяти. Обсудили гарантии для граждан, заложенные в Конституции, поговорили о степени ответственности каждого в реализации этих гарантий. Такие встречи, они должны быть, должны проводиться и с этого, конечно, будет соответствующий результат. Данную работу мы проводим не только сегодня. Мы, руководители областного управления, практически посетили все городские районные отделы по чуяным ситуациям и встречаясь непосредственно на местах с коллективами спасателей, вопросы внесения предложений в Конституцию также обсуждаются. В частности, в рамках конструктивных дискуссий с представителями власти, в трудовых коллективах с молодежью и старшим поколением изучаются положения, которых коснулись корректировки. Ни одно из новшеств не осталось без внимания участников таких встреч. Каждый имеет возможность высказать свое мнение и внести предложение. Для нас, как для молодежи, важно сохранение исторической памяти, то, что появляется статья 32.1, вообще касающаяся отдельно молодежи. Конечно, это статьи, которые касаются брака и семьи. Очень важно для меня тоже, что появляются статьи, которые говорят о том, что человек должен социально ответственным быть за свое здоровье. С момента обретения нашей страной независимости появилось новое поколение энергичных и эрудированных молодых людей, которые готовы развивать и двигать Беларусь в будущее. Так, в библиотеке Горького на еще одной диалоговой площадке была предоставлена возможность обсудить изменения и дополнения в Конституции нашей страны. В проекте изменения и дополнения в Конституции есть отдельная норма. Это статья 32.1, которая как раз посвящена молодежи. Предполагается, что государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному, физическому развитию молодежи и ее активному участию в общественной жизни государства. Но помимо этого, нам же гарантируются вопросы образования общего, среднего, технического на бесплатной основе, а среднеспециального и высшего образования уже на корпусной основе и возможности его получения бесплатно в государственных учреждениях образования. Участие молодых людей в обсуждении и подготовке этого документа особенно важно, ведь именно этим молодым людям предстоит выстраивать будущее государства уже через несколько лет. И как раз такие диалоговые площадки, которые проходят по всей стране, позволяют не только слушать, но и слышать друг друга, высказывать разные точки зрения, чтобы в результате прийти к общему знаменателю.